ТРАССА СТО ОДИН Приветствую в эфире ТРАССА СТО ОДИН Владимир Сметанин не нарушает почти Видимо, зудит у депутатов Госдумы по поводу мотоциклистов Недавно некоторые из них предлагали существенно поднять штраф для байкеров за движение между рядами и параллельную езду с другим транспортным средством в одной полосе Теперь инициатива парламентариев касается увеличения штрафа за слишком громкий рев мотоциклетного мотора Мол, что это такое? Газуют, как ненормальные, нарушают спокойствие граждан По мнению народных избранников, действующий штраф в 500 рублей для владельцев байков стоимостью десятки тысяч долларов слишком мал ТРАССА СТО ОДИН Еще один законопроект, внесенный на рассмотрение Нижней Палаты Парламента касается полной отмены транспортного налога с 2021 года Причем предлагает это депутат от Единой России По его мнению, давно пора перенести данный вид сбора в стоимость автомобильного топлива К тому же, считает парламентарий, в последнее время россиянам живется туго Я бы уточнил, последнее время длится уже много лет Добавлю, в прошлые годы законопроекты об отмене транспортного налога благополучно отвергались ТРАССА СТО ОДИН Автомобиль для молодых, это значит белый, с черной крышей Так считают на Автовазе Там запустили производство молодежной версии Lada X-Ray Cross, окрашенные в вышеупомянутые цвета Других отличий не имеется Мотор тот же самый, бензиновый, объемом 1,6, мощностью 113 лошадиных сил Трансмиссия, японский вариатор Jatka Стоимость новинки пока неизвестна Цены на обычный X-Ray Cross стартуют с отметки почти 800 тысяч рублей без учета скидок ТРАССА СТО ОДИН И Узбекистан туда же В смысле делать электромобили Наладить их выпуск в бывшей Союзной Республике рассчитывают уже в следующем году Стоимость проекта 30 миллионов долларов Большую часть денег дадут китайские партнеры Интересно, что узбеки обещают баснословно низкие цены на свои электрокары Что-то около 220 тысяч рублей за один экземпляр ТРАССА СТО ОДИН А в Шанхае начинает работу беспилотное такси Вызвать такое можно посредством мобильного приложения Правда, на начальном этапе работу автопилота будет контролировать человек Он расположится на привычном для водителя месте Для удобства пассажиров в салоне предусмотрен большой телевизор На нем можно смотреть обычные телепередачи или отслеживать маршрут движения В скором времени эта же компания может начать функционировать в Калифорнии На этом все, вопросы и комментарии оставляйте на сайте Хакирова До свидания ТРАССА СТО ОДИН